Друзья дорогие, добрый день! У нас еще идет снег, во-первых с масленицей вас и поскольку идет снег, холодно, хочется чего-нибудь сытненького, горяченького и особой популярностью пользуется гороховый супчик. Но поскольку ко мне классический супчик гороховый из свиных ребрышек я хотел приготовить из говяжьих, не нашел на рынке. Поэтому буду готовить из куриных крылышек, поскольку друзья, которые ко мне придут, свинину не едят. К сожалению кошерных крылышек у меня тоже нет. До синагоги я не доехал, зато на рынке нашел слава богу. И для своего горохового супчика я взял 600 грамм гороха, тщательно его перебрал, вымыл, тщательно очень, замочил на ночь, еще раз очень тщательно вымыл. Посмотрите для чего его перебирают, могут быть камушки, которые повредят зубы. В армии моего никто не мыл, я не был поваром, но видел как это готовится, поскольку был в нарядах. Горох 600 грамм на 6 литровую кастрюлю, лук, пару луковиц, перчик красный, морковка, картошка, черный перец, чабрец, итальянские травы, паприка копченая, немного перца чили хлопьями, пару лаврушек, тройку, зеленый горошек для красоты и 10 штук копченых крыльев. И первое что я сделаю это поставлю тщательно вымытый горох, залитый холодной водой, поставлю на плиту, варится. Варим горох, а сами готовим, а сами готовим остальные ингредиенты, подготавливаем. Крылышки я разделено тут вот плечевое, плечо и собственно на предплечье, удалю вот эти тоненькие совсем, самый край где кисть, удалю. Ну там есть особо нечего. Вот так вот я их разделю. Что ты, Кика? Что вы хотите? Нарежу овощи. Три картошки. Немного. Лука я взял две луковицы, поскольку от большого количества лука только вкуснее. Вот уж точно луком кашу не испортишь. В принципе одной можно было бы обойтись, но я решил побольше. Перчик болгарский один, небольшой для красоты. Такими мелкими квадратиками я его порежу, чтобы он украшал своим видом красным. Украшал наш суп. Вот зеленый горошек и перец. Смотрите, какая красота. Во-первых, он не разварится, как сухой горох, спелый. И будет очень украшать. Понятно, что зимой в селе, 40 лет назад, или 50, где ему было взяться, такому свежему перчику. Поэтому использовали всегда, очень много заготавливали толченого, толченой паприки, красный, сухой. Но я сегодня тоже буду его использовать, только подкопченный, еще ароматнее. Можно снимать пену, пока варится горох. Я сейчас взял огонь на маленький совсем. Он довольно быстро сварится, поскольку был замочен. И еще раз напоминаю, очень тщательно его промойте. Если вы не хорошо промоете, он будет просто пениться вот здесь вот будет. А так будет очень легко и быстро сварим. Смотрите, он уже кипит, но все равно прозрачно у меня этот бульон над него. На минимальный огонь я поставил. Сегодня почему-то особенно заметно. Цены, конечно, просто какие-то кошмарные, уже запредельные. И все кажется, что уже дальше некуда дорожать, все равно дорожает. А что вы хотите? Крым же наш. Сирия наш. Война в Украине тоже наша. Ну вот, пожалуйста, вами цены. Мы же вне политики, да? Хотите, не хотите, придется вам интересоваться политикой. А чем это пахнет? Этим горохом, что ли? В общем, если вы не интересуетесь политикой, политика вами непременно заинтересуется. Именно вот этими вот ценами, высокими налогами, пенсионным возрастом. Идите на пенсию в 65 лет. Если доживете, произвольно его. Еще дополнительно раздавлю. У меня тюшка Пепа учила, что правильно резать, это когда нож не стучит об доску. То есть вот такими движениями. Но у меня не всегда получается, поскольку иногда бывает разной толщины продукты. Чеснок готов. И что я сделаю, пока у меня варится горох? Я сделаю сухарики. Крутончики. Ну, без всяких этих присыпок. Просто хлеб поджарю и все. Я предпочел взять уже нарезанный хлеб. Желательно свежий. Потому что, как я однажды уже говорил, из свежего хлеба получается гораздо вкуснее сухарики, крутончики, чем из черствого. Крошек получается побольше, когда хлеб сухой, помимо всего прочего. Вот это вот. Свеженький. Порезанный хлеб я отправлю на максимум духовку. И повыше к верхнему температуру. Минут 8-10 они будут готовы. Горох почти сварился. Я добавляю картошку. Дальше я буду обжаривать лук, морковку. В общем, все овощи я обжарю. И добавлю туда, к супу. И все будет готово. Смотрите, какая красота. А затем морковь. Так. Это будет для того, чтобы я его кину сразу туда. Пахнет вкусно укроп. Ну вот, мы практически вообще ко всему готовы. Слегка обжарили лук с морковью. Добавили перец красный. Минут поджарения. Сух загибнул с картошкой, которая наварится. Уже закладываем корочку туда, крылышки. Вот такая красота получается. И продолжаем варить. Смотрите, крутоны почти готовы. Вон они зарумянулись. Сейчас я помешаю. Еще раз поставлены. 5 минуточек. Так. Сюда же. Отсушить. Минут поджарение. Он сейчас не доедет после курочки. Но я добавлю зеленый горошек. Очень украсит. По внешнему виду. И на зуб попадет. Если тот горох развалится, можно было его измельчить. Видите, он даже не развалился, но его очень много замахивалось. До этого надо еще дольше варить. Посмотрим, что получится. Может останется целым. Круто. Картошка еще не заварилась. Но смотрите, как красиво. Смотрите, как это красиво. Посмотрите, какая прелесть. Это будет вызывать аппетит. Суп этот прозрачный пока что. Даже если горох разварится, то он будет такой прозрачный. Сюда в зажарочку я брошу специи. Паприка копченая. Немного совсем перца чили. Обязательно тимьян. То, что я люблю. Чали. И итальянские травы. Слегка, слегка вот так в масле обжарю. Чтобы оно не сгорело. Особенно паприка, чтобы не сгорело. Я даже ее дна не касается. Вот так она маслом пропиталась. Очень пахнет. И выложу. Выложу. Где моя? На самом деле это же очень быстро готовится, если фасоль, то есть горох замочен и легко сварился. Но остальное все всегда. Длительность приготовления обуславливается подготовкой. Больше всего времени отнимает нарезка, помывка. Остальное все уже вот так вот процесс идет. Ой, сейчас, 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 сейчас. У меня сейчас сгорят крутоны. Да, почти сгорели. Чуть-чуть подгорели. Чуть-чуть. Вот такое. Прошли это, да? Можно было сделать идеальные. Но я... Но я не сделал идеальные. Чтобы они были вкусными, можно их присыпать. Капнуть немного масла. Вот так. Чтобы они были повкуснее, поароматнее. Немного соли. И немного сушеного чеснока. И теперь перемешать. А может, все прилипнет на них. Сколько прилипнет, столько прилипнет. Ммм. Ну вот, собственно. Вот такие крутоны. Для супа годятся. Чуть я их не сжег. Еще пару минут сгорели. Вот. Готовы крутоны. Добавим черный перец. Подсолим. Не забываем, что крылышки у нас тоже соленые. Хоть они и копченые, но с солью. Пробуем и подсолим. Дадим покипеть еще минут пять. И готово. Спустя пять минут, семь, восемь. Выключаем плиту. Добавляем лаврушечку, зелень и чеснок. Плита выключена. Даем настояться. Минут десять. И пробуем. Друзья, посмотрите, что за чудо суп у нас получился. Что за красота, посмотрите. Он не мутный. Горох очень мягкий, как бы разваренный. При этом суп у нас такой прозрачный. Посмотрите, какой красивый. Благодаря красному перцу, морковочке и зеленому горошку он очень яркий. Это не какая-то такая баламутина, которая нас... Но она тоже бывает вкусная, эта баламутина. В армии, которая нас кормили. Или там в детском саду. Или в студенческой столовой. Это очень красивый суп. Очень. И вкусный просто невероятно. Ммм, просто роскошный суп. А с гренками это просто украшение стола. В общем, рекомендую вам готовить такой суп. В холодные дни особенно. Литом почему-то не хочется. Он очень сытный такой супчик. Невероятно вкусно. Просто роскошь. Готовьте, это же очень просто. Вы же видите. Ну и все про суп все. Теперь для тех, кто не хочет и не интересуется политикой, но при этом считает, что Михаил Сергеевич Горбачев развалил Советский Союз. Нарочно оставлю внизу ссылку особого мнения Дмитрия Муратова. Это главный редактор Новой газеты. Поинтересуйтесь хотя бы вот эти 30 минут. Уделите времени и послушайте, что рассказывает человек, который сведущий. Который живет в политике. Помимо всего этого, с масленицей вас. Всего вам самого доброго. Здоровья, счастья. Любви. Берегите друг друга. До свидания. Спасибо за внимание. Боже какой он вкусный, слушай. Хотел вам показать, что у нас идет снег, зима, но на окне сетка. Но тут есть такая дырочка, которую кошки расковыряли. И вот она не будет мешать сфокусироваться в камере. Вот такие вот снега у нас. Вот такая вот красота. Март месяц. Такие вот рыжие коты. Матя.